Я вам скажу, что я к нему хорошо относилась, Босярова. Он ничего не может мне плохого сказать. Я к нему действительно хорошо относилась. Где он такую тёщу ещё найдёт? Господи боже мой. И вот, понимаешь, знакомила его с влиятельными людьми, туда-сюда его водила и засвечивала на телевидении. Ну надо ж, мне нужен был хороший отец, внуку и достаточно такой персонаж-то, ну достойный всё-таки, да? И что я получила за это? Я получила до полусмерти избитую дочь с переломанным носом, понимаешь? Вот и всё. Такого отношения к матери ребёнка и к бабушке ребёнка, ну при всём даже деда вести, клана на клан, не знаю, такого нет. Хотя, в принципе, мне кажется, что это у них семейное. Ну я сейчас скажу про Америку, ладно? Да. Чтобы уже было ясно. Значит, в Америку, дорогие мои друзья, без согласия отца ребёнка не вывезешь. Делайте выводы. Выехал ребёнок на каникулы отдыхать в Майами не первый раз. Согласие дал Байсаров. До 2011 года. До 2011 года. Он прекрасно знал, что надо мальчику остаться в Америке хотя бы на три месяца, потому что мальчик болен. Я не хочу сейчас называть ту болезнь, она излечима, может быть, с возрастом пройдёт. Три месяца надо было остаться в Америке для того, чтобы полечиться. Мы и здесь, в Москве, лечили его. И Леонид Михайлович вот давал нам врача, хорошего советовал. Всё. Но в Майами эта болезнь у него прекращалась. И тогда мы решили три месяца, чтобы он там пожил, вылечился. И чтобы три месяца не бездельничал, походил в школу хоть там, ну как-то там, чтобы... Ну чтобы не бездельничал парень, дурака не валял. И знал это прекрасно Байсаров. Я подтверждаю, что у Дени есть определённая болезнь. И то, что там, в Майами, ему стало лучше, это надо было закрепить. Думаю, может быть, три месяца, а может быть, даже и больше. Но по разговорам я никогда не слышал, что Дени там должен остаться на всю оставшуюся жизнь. Что же случилось? Что ему... Так что? Вот это главный вопрос, мне кажется. Да, вот что случилось, что вдруг... Он искал повод. Да, он искал повод. Потому что ему видна нация, нация. Ему нация и говорит. У тебя четыре жены, четыре ребёнка от разных жён. И ты не женишься. Ну-ка давай, покажи, какой ты отец. А на ком показывать? Как на нашем воспитанном, замечательном парне. Лучший, можно сказать. А бабушку, я, честно говоря, в лицо не видела. За 11 лет не знаю, что за бабушка такая. Но я всё-таки, Алла Борисовна, извините, вас перебью. Вот что заставило вас, как мать, простить Руслана Байсарова, когда он ударил Кристину? Внук? Ну а что остаётся делать, понимаешь? Я же не могу... Они расстались. Были такие... Ну он вот лежал в ногах, понимаешь? Ой, по нашим обычаям, вы должны принять от меня какой-нибудь штраф, квартиру, машину. Я говорю, ну давай, штраф чё. Мне с паршивой овцы хоть шерсть и клок, зараза такая. То есть мне получается так, что я ничего не могу сделать. Потому что есть внук. Ну вот так, перестала ему помогать. Перестали они жить с Кристиной. Но потом уже там он и так, и всякое, и так всё. Ну думаю, ладно, один раз помогу. Один раз попыталась, не получилось. Второй раз попыталась, не получилось. Обиделся он на меня, что я больше ничего не могу ему сделать. Обиделся на Америку, что ему визу не дают. Знаешь, то есть обиделся на весь белый свет. А особенно ему поперёк горла счастье Кристины с другим человеком, понимаешь? Поперёк горла стоит, понимаешь? Ему Миша наш. Но а ребёнок ему нужен? Ну сейчас нужен. Как никогда. Как никогда ему сейчас нужен. И понимаешь, весь ужас в том, что я не могу назвать отцовской любовью то, что он делает с Дэнни. Это вот воспитание предательского отношения к матери, презрительного отношения к женщинам, презрительного отношения к образованию. Презрительного отношения вообще вот к этой жизни, если где, если у тебя нет денег, понимаешь? Всё. Ты должен стать тем-то, тем-то, тем-то. И только, значит, отца... Вот что он делает? Это же ужас с ребёнком. Это что за воспитание такое? Алла Борисовна, до ухода на рекламу мы заговорили про историю с разбитым носом Кристины. Давайте послушаем отрывок пресс-конференции, где Руслан комментировал это. Внимание. Я не разбивал нос. Так, второе. Разногласия у нас с Кристиной никогда глобальных размеров или масштабов не было. Я хочу сказать, что Кристине я очень хорошо отношусь, очень с большим уважением и больше, чем хорошо, даже вам честно скажу. Кристина, что тогда случилось, если, как говорит Руслан, ничего не было? Ну, он забыл что-то, я не знаю, он врёт просто всё время. Постоянное враньё, это ужасно. У меня, ну, как бы, справку, что ли, показать? Ещё вот свидетели вот сидят, члены моего коллектива, вот Алла Духова, видимо, успела приехать. Все газеты писали. На глазах у Аллы Духовой, на глазах у моего коллектива. Охранники их сдерживали, стояли, не пускали, а он на глазах охранников избивал меня в гримерке ночного клуба. У меня была презентация моего альбома. Мама уже уехала, началась дискотека, танцы. Я, как сказать, подошла к столу, где сидели Духова и Тодос. Вот, и, естественно, ха-ха-хи-хи, вот так вот мы разговаривали. И вдруг, как фурь, мы даже не поняли сначала, что произошло. Сначала все думали, что это мы играемся. Он просто налетел, как коршун, меня вот так схватил, вот, да, просто за шивор, за шивор, это называется, и вот так уволок в гримерку. Все сначала думали, что это какие-то наши игры. Потом как-то побежали за нами, и просто всех, всех вот так сдерживала охрана, и он, и я вот так летала только по гримерке. Вот, но я тоже, как бы, ему расцарапала лицо, что могла. Что он стоял весь в крови. Моя правильная. Да, и то, что он говорит, что этот весь скандал был развит только ради того, чтобы я сделала пластическую операцию. Хочу сказать, что пластическую операцию вынужденную. Я сделала лет, года через два, наверное, или через три, когда мне сказали, что это просто необходимо. Я пришла, и когда мне делали операцию, они говорят, это просто, если бы у меня была какая-то легкая травма, у меня бы неизвестно, что вообще на лице было. Поэтому это было необходимо, и потом, через несколько лет операция. А чем мотивировало-то, что избивают? Ничем. Ал, что, он говорил что-нибудь? Нет, молчал просто. А как вы сообщили маме? В том-то дело, что мама, тогда еще с бывшим мужем Филиппом, они уехали на Истру. Дорога на Истру достаточно долгая, даже ночь, в принципе, час где-то занимает. Хорошо, хоть с Киркоровым детей нет, тот бы тоже достал бы уже. Видя такой беспредел, конечно. Какой пример мы подаем еще другим-то мужикам. Совсем уже с ума сошли. Что творится, люди добрые? Но это за ним водилось раньше, распускать руки? Нет. Честно говоря, он как-то раньше сдерживался, честно говоря. Вот он... Он меня психологически унижал. Вот, достаточно. Я беременность, в принципе, носила хорошо, но психологически у меня было все время такое давление. Я очень много плакала, я была в таком достаточно подавленном состоянии. Он меня запихивает в машину, везет туда, где мы раньше жили, в Жуковку. Я, естественно, пытаюсь позвонить маме, сказать, какие о своих проблемах и то, что со мной происходит. Он выбрасывает телефон мой мобильный в окно. Естественно, по приезду на дачу в дом я тут же кидаюсь к телефонному аппарату. Телефонный аппарат был выдернут с мясом. Ну, я понимаю, что я практически в заточении, совершенно у меня такое было безвыходное состояние. Такой фильм ужасов. То есть где-то я это видела. И тут, конечно же, приходят разные мысли. У тебя начинает голова работать в разных режимах. Я притворилась спящей. То есть дождалась, когда он потеряет бдительность. Не знаю, сколько я так пролежала. Час, два, я не знаю. И до меня дошло, что есть еще один телефон его, мобильный. И он издавал такие легкие какие-то мерцания в темноте. И я его... Он где-то находился на подоконнике. Не знаю, каким чувством, я не знаю, как какой-то зверь. Я кинула... Это, видимо, только в таких экстремальных ситуациях такое может с тобой произойти. Я, наверное, в долю секунды настигла этот телефон и просто кинулась в ванну, захлопала дверь. И он такой... Сука! Не успел. Да, не успел. Если бы в долю секунды я не успела закрыть эту дверь, я не знаю, что бы со мной было. Честное слово. Я не знаю. И я тут же, слава богу, телефон работал. Я набрала маме, я ничего не стала ей говорить. Я говорю, прислай машину. Срочно прислала. Она ничего не стала спрашивать. Я там тут же прислала машину. Опять-таки, где-то час я просидела в ванне, выслушивая из-за двери, что ты ко мне приползешь. Ты не знаю, ты что-то творишь. Да ты вообще... Ну, в общем, всякие мой адрес нелицеприятные вещи. Когда машина была доставлена, подъехала, то я как бы тихо вышла, что-то собрала, что-то, ну, как-то, что первая попавшаяся на себя делала, уехала. Приехала к маме, вся такая вот шикарная. Утром, утром лица не было. Мама меня обкладывала лопухами, капустой. Главная травница. Ну, ну, все, понимаешь, то есть, вот, понимаешь, такой триллер. Триллер, да. Да, я, не знаю, отходила от этого, конечно, состояния. Я, мне во сне снилось вот это все. Конечно, у меня стресс был страшный.